На ожидающемся конституционном референдуме Пашинян фактически, как и в 2021 году, во время внеочередных выборов в НС, вовлечет народные массы в процесс легитимации своей политики и перенесет политическую ответственность с себя на народ. После чего уже со ссылкой на итоги конституционного референдума Пашинян может инициировать процесс по преданию Армении вне блокового статуса. Об этом пишет политолог Бениамин Мативасян. В итоге Армения, оставшись без ОДКБ, без военно-политической помощи от РФ и без российского военного присутствия на территории своей страны, станет легкой добычей для Баку и Анкары. Алиеву и Эрдогану очень важно быть уверенными, что помощь Армении ниоткуда не придет, а закрепление вне блокового статуса для Армении – это именно та гарантия, которая нужна официальному Баку и Анкаре, и та политическая уловка, которая позволит вести народ Армении в заблуждение касательно ожидающихся процессов. Абсолютно очевидно, что в том числе и для этого меняется Конституция РА. Вот для чего в общественный дискурс введена тема с преданием Армении вне блокового статуса. На самом деле уничтожается зонтик безопасности, который долгие годы обеспечивал территориальную целостность и суверенитет Армении, что в свою очередь означает, что политическое сиротство обернется деарменизацией нынешних территорий Республики Армения. Армению готовят не к мирному договору с Баку. Армению тем более не готовят к войне с Азербайджаном. Армению готовят к капитуляции, по итогам которой Пашинян поставит перед народом Армении следующий выбор – жизнь или государство. Что же касается нынешнего обострения ситуации на границе, о котором в начале года предупреждал американский Стретфа, открыто заявляя о том, что виток новой эскалации начнется после президентских выборов в Азербайджане, то с точки зрения внутриполитических процессов, это повод для Пашиняна активизировать процессы по принятию новой Конституции и по развалу нынешней системы безопасности Армении, пишет он.